Приветствую вас, друзья! Сегодня у нас очень интересное мероприятие, по-моему. Мы с вами увидим Эдриана Бронера против Маркоса Майдана. Главное событие сегодняшнего вечера, а находимся мы в Сан-Антонио, штат Техас. Знаменитая арена Алла-Дом. Кит Турман, Лео Санта-Круз, Сизар Седа. Это все андеркард. Ну, в прошлый раз эти друзья, Заб Джуда и Пол Малиньяджи, нас немножко подвели, прямо скажем. Мы ожидали чего-то особенного от этого боя. Увы, не случилось. Что-то мне подсказывает, что сегодня мы эти впечатления должны исправить. Ну, естественно, предсказания предсказаниями, а дело делом. Все будет зависеть от настроения Бронера. Почему Бронера? Потому что Майдана – это откровенная аргентинская рубака, которая, конечно, просто так гулять по рингу не даст. Ну, это все ближе туда. К началу боя мы поговорим о качестве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бронера. Было лучше, было хуже. Но это лучше и хуже колебалось вокруг всегда средненького такого уровня. И вдруг, знаете вам, такой взлет. Майдана появился. вообще бойцы всегда заранее появляется намного раньше чем им предстоит даже приступить к подготовке к бою не знаю так уж заведено вообще мне кажется это очень нудно вот так сидеть и ждать пару часов до выхода на ринг но многие привыкли к этому эдриан бронер наследник мэйвезера как он себя объявляет но действительно невероятно одаренный боксер и в чем они сходны с мэйвезером так это в самовлюбленности они сами себя обожают превозносят до небес не стесняется не стесняется объявлять себя в общем такими историческими уже личностями в профессиональном боксе но вы знаете что многим боксерам свойственно это пустозвонство а тем не менее есть те кто не имеет основания для такого отношения к самому себе бронер вроде бы имеет действительно очень талантливый парень что кстати не так уж привлекает к нему особой симпатии именно из-за того что он вот так себя ведет пока что как видите валама доме народа маловато этого не – это нефти балансов с мэйвезером на укрой и в кистине с ним нам подаваться в общей стиле и промышленности и киндзрена в себе в киеве в этом виде легонаринку на укрой. тебе очень интересует к себе в этом доме, и ты ее мне activist, как девки раз и укрой. даже с них верю меня еще раз. как бы и для оценки мэйвезера – или что, если бы это реализация, медли, вышелевой這樣子, вы знаете, где института, укрой, может быть, Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, в общем, звуковой фон создает кто-то там возле микрофона. Продолжение следует... Ну, уж очень взрослый боксер, конечно, повод. Правила вы их знаете. Продолжение следует... 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 активно и в общем ни разу не попал по цели ковач ну в общем можно сказать уже заранее что ковач конечно по классу заметно ниже соперника но и бегут пока что не достает он выглядит атлетичнее чувствуется и пожестче своего соперника ковач делает массу просто массу лишних движений всякие финты оправданы когда ты идешь в атаку или стоишь у канатов но когда ты за два метра от перчатки противника делаешь все эти движения корпусом они совершенно бессмысленно ну вот так левый круг окей окей конечно же персонал ну вот мистер хопкинс собственной персоной и и и и Надо признать, конечно, уровень этого претендента весьма невысок. Вообще, тут ситуация была, конечно, интересная, потому что и Ковач-то справа приложился, только удар лег на плечо Шумена. И бегут сразу ответил слева. Дистанцию не рассчитывает Ковач. Так смотрится он как будто выше Шуменова, руки у него подлиннее, достать не может. Тем не менее, и у Шуменова хватает дыр в обороне, потому что я смотрю, вот он справа пропускает. Другое дело, что Ковач не дотягивается, но вот этот момент удара пару раз уже, так сказать, прозевал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, Ковач, в общем, сдаваться не собирается. Не обескураживаю вот этот нокдаун. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, односторонний бой совершенно. Так все складывается. Похоже, что шансов у Ковача нет никаким. Ну вот, обратите внимание, у этого профессионала боев гораздо больше, чем у Шумяна. Чуть не в два раза. Да, поплыл немножко он после этого удара. Вот так получается в каждом раунде по нокдауну, да? Да. Очень сложно из статичного положения. Попасть вот так в атаке откровенно, сильной рукой Ковач пытается это сделать. Ну, Шумянов откровенно выцеливает. Да, и могу перенести огонь чуть пониже. Я думаю, все атаки идут на голову. Да, это уже был жест отчаяния, что называется. Это не атака со стороны Ковача. Заканчивается последняя минута третьего раунда. Ковач даже не отстреливается, а отмахивается просто. Как могли сделать такого боксера претендентом во Всемирной боксерской ассоциации? Мне, конечно, это загадка. Такого как Ковач. Да и хватит, решил рефери. Ну вот, легенда бокса занимается, видите, рекламой. Дело в том, что Хопкинс, он ведь партнер Оскара Дилахуи в этой компании Golden Boy Promotion. Расстроен, конечно. Ну, в общем-то, по-моему, это как раз тот самый случай, когда исход боя был совершенно предопределен. Вот в чем проблема современного профессионального бокса. Во многих весовых категориях нет конкурентных боев. И не потому, что нет конкуренции как таковой. А все дело в том, что просто многие боксеры избегают сильных соперников. Чемпионы, я имею в виду. И не только они, естественно, те самые люди, которые их ведут. Промоторы, менеджеры. Поэтому главным регулятором во всей этой истории становится телевидение. Потому что телевидению, казалось бы, не должны быть интересны такие бои. Ну, естественно, учитывая, что этот бой, несмотря на то, что он титульный, чемпионский бой, 12 раундов и все такое, он не зря идет в андеркарте. Это не главное событие. Поэтому зритель простит. Продолжение следует... По этим раунде все кончилось. 2 минуты 55 секунд. Технический нокаут. Выбор шуменов из Казахстана. Бэйбут шуменов! Бэйбут шуменов! Я знаю, что Бернард Хаппинс здесь. Он говорил с тобой только один момент назад. Что он говорил тебе? Я знаю, что он был с конградулем. Я сделал хорошо. Моя основная задача, как я уже говорил, это унифировать все титлы. Ну, да. Все замечательно. Три раунда, три нокдауна, говорит журналист. Вот какие ваши планы, наши планы. Естественно, объединить все титулы в один. Давайте посмотрим на конец этого боя. Вообще, согласитесь, трудно было промахнуться. Да, очень трудно было в него попасть. Давайте, друзья, воздержимся от перевода интервью, которое мы с вами слышали пищу и один раз. От разных совершенно боксеров, которые все говорят одно и то же практически. Ну, может быть, они это говорят, потому что и вопрос, что все одинаковые. Да, великий бой, говорит Хаппинс. Прекрасно он все выполнил. Хаппинс, промотор, Фуменова. Так что, что можно было ждать? Ну, что-нибудь другое скажет? Ариана постепенно начинает заполняться. О, что-нибудь другое скажет? Нет. Ура. Ура. Великий бой, говорит Хаппинс. Это учебы. Гринец. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...